Заново мир всем! Мы на Болгарской земле, мы уезжаем сегодня практически. И наше путешествие мы не закончили на посещение мечети. Ну, как-то это неправильно, да? Мы просто мимо проезжали нею, мы люди православные. Мы, естественно, планировали закончить ее посещением нашего святого Авраамия, мученика Болгарского. И здесь святой источник. Мы были здесь днем. Поскольку у нас не было времени, сегодня мы приехали ночью, чтобы набрать с собой святую воду из этого источника и ехать всю дорогу и ее пить. Так что идем. Икона над входом святого Авраамия. Здесь никого нету, поэтому все тут открыто, тихо и спокойно. Сейчас мы открываем бутылочки. Господи, многослови. Вот это вот. Сюда уже, как сказали, приезжают все. Вон там какое, ага, колодец. Так, что сделать с этой водой? Давайте достанем поглубже. Тут есть специальные воронки. Все чистенько, молодцы. Значит, как уже мы рассказывали, что сюда приезжают все. И мусульмане, и православные. И кого-то только нет. И все поддерживают чистоту и порядок. Никто не мусорит, никто не гадит. Молодцы. Все почитают мученика Авраамия. И все считают его своим святым. И никто не дерется. Все дружно берут воду и пьют. И эта вода, говорят, не пропадает. Вообще с ней ничего не происходит. Святой мученика Авраамией. А тут ему даже можно сечку поставить. Иисус Христос и Благородица. С молодцем. Песочек. Так, мы набрали воду. Сейчас мы закроем обязательно плотно колодец. А, нет, подожди. Вот так, да? Все, как пришли, так и закрыть надо хорошо. Вот. А если помните, когда здесь был батюшка, он рассказывал, как обустраивали этот колодец. И как они установили достоверность именно. Вот там бетонная труба. Они, когда ее опускали, во что-то уперлись. Ну, в какой-то большой камень. Вот. И сам человек, который помогал здесь все это делать, меценат. Значит, этот водолазный костюм взял. То есть он съездил там куда-то, привез. Сам туда спускался. И правда обнаружили камень. Они его оттуда как-то извлекли. Ну, камень на камень взяли, выкинули. А когда отец Владимир узнал, он говорит, что за камень? Какой он был? Ну, тесанный. Он говорит, так это как раз, скорее всего, тот камень, который именно был здесь. И пострадал этот мучеников рамей. Его, как гласит, жития святых, его разорвали. И там тело, в общем, по кускам бросили в колодец. Ну, там или в яму куда-то. И все, собственно, камень выкинули в болото. Тут вот болото. Там отец Владимир про лягушек рассказывал. Ну, потом поискали, его так и не нашли. Ну, и ладно. На этом, от этой воды здесь происходят исцеления всякие. И что характерно, не только у православных, но и у мусульман. Поэтому, собственно, вот этот колодец, и я почему-то и говорю, что его, ну, как бы, учтут все. Все считают Авраами своим святым. И как-то мирно, дружно уживаются. Все берут воду. Все благодарят Бога. Ну, все. Мы сейчас три покона положим и поедем тоже. Когда этот колодец сделали, то есть, говорят, сюда приехали первые там мусульмане. И как раз, ну, там у них чудо исцеления произошло. Вот, и потом они там в советское время стали приезжать, там делать, ну, устраивать намаз свой. Вот, и поэтому его, я еще раз повторяю, да, его почитают все. То есть, это там 1229 год, и это еще и европейческий святой. Вот, поэтому вот такой интересный случай, когда наш, как бы, русский человек, святой, вот, объединяет всех. Святой Молочей на Коврах, моли Бога на нас. Ну, все, и идем домой. Продолжение следует...